Ретро-автомобили и рекордный вальс. Горловка отметила свой 233 день рождения. Жители развлекали молодожены, а трудовые коллективы продолжили традицию советских времен. Какую, знает Виктория Чистюхина. Вот так романтично с днём рождения Горловку поздравили молодожены. Пары расписывались под открытым небом. Узы брака закрепляли на скульптуре сердца влюблённых. Её новоиспечённые супруги по традиции увешивают замками. Мы встретились в Донецке. Где-то полтора года прошло. Я встал на мосту в парке Щербакова, где речка течёт, где замки висят. Мы хотели там повесить, но так как здесь всё случилось, ну вот там я признался, я попросил руки своей жены. В день города жители демонстрировали свои творческие способности. Символ города горлицу мастерили из подручных средств. Это руки занимают. Не то, что там гулять на улице, бегать, бутылки разбивать, как все остальные. Тому же делом занимаются. Апофеозом торжеств стал парад на центральной улице города. Там дефилировали представители местных предприятий, студенты и творческие коллективы. Возглавили колонну ретроавтомобили. На праздник Горловку они съехали со всей области. Следующим старинным немецким предприятием Ханомирский автозавод, основанным в Ханомире ещё в 1835 году. Автомобиль ГАЗ-69, повышенной проходимости, советского производства, 68-го года выпуска. Получили в хуже состояние он был. Реставрировали его вдвоём, с другом, у себя, своими силами в гараже. Ну, ещё нам люди, конечно, помогали. Девять месяцев трудов, ну и много-много денег. К водителям ретроавто присоединились и мотоциклисты. В завершении праздника Горловка установила личный рекорд. Вальс одновременно там исполнили 200 пар из пяти танцевальных коллективов. Горловский вальс, то особенный вальс, кружит всю жизнь, не менял ли вас. Виктория Чистюхина, телеканал Донбасс.